С огромным удовольствием хочу поприветствовать всех участников этой необыкновенно нужной на сегодняшний день конференции и прежде всего наших дорогих учёных, которые стали уже народными друзьями создателей родовых поместьй. Это Михаил Юрьевич и Николай Тихонович. Заодно хочу поздравить Михаила Юрьевича с присвоением очередное звание «Доктор наук». Я хочу сказать, что вы настолько огромные, я имею в виду учёных, и в том числе создатели родовых поместьй, вы настолько огромное дело сегодня делаете, необыкновенно огромное. Вот все закончатся, все неурядницы в мире. А что нужно будет делать народу, что нужно будет делать человечеству? Так вот, на вас лежит очень большая… Вы в данном случае говорите с практиками, с создателями родовых поместьй. Конечно, им не хватает теории. Но пока её нет в достаточной степени. Есть книги, но есть и такие научные, теоретические знания. Вот эта большая ответственная задача лежит на тех конференциях, которые вы организовываете, и на вас лично, коль вы за это уже взялись. Потому что ваша группа должна расшириться. Вероятно, вы должны включить в эту группу ещё и законодателей, ещё и людей, учёных, которые знакомы с метафизикой. И на вас лежит ответственность по совместно с создателями родовых поместьй о подготовке закона, очередного проекта закона и внесении его в Государственную Думу. И вы вот проводите конференции, это очень хорошо. Знаете, как бы вдохновили людей, если бы вы провели конференции ещё и на региональном уровне. Я понимаю, что на это нужно средства, на это нужно время. Но вы молодцы, вы всё-таки нашли время, вот вы провели такие грандиозные конференции. вы, собственно, показали теоретически и с научной точки зрения будущее нашей страны. И вот как вы стали друзьями создателей родовых поместьй, так и правительство наше, и администрация президента тоже могут стать друзьями. Представляете, если народ, правительство, администрация президента, учёные займутся вот этим делом все вместе, это будет такой импульс, салют, который загасит все неурядицы в мире, в том числе и экологическая. И сейчас очень большая проблема со стороны экологии. Я вот, выступая в новогоднем поздравлении, предложил назвать этот год годом родовых поместьй. Это не просто так назвать годом, а поставить определённые задачи. То есть что такое родовое поместье? Да, оно многое должно дать стране, оно должно многое дать каждому человеку, оно должно воспитывать людей, но оно должно и лечить людей, лечить создателей родовых поместьй. И надо делать очень конкретные дела. Надо посадить хотя бы пять клумб. Первое — крапива, клумба из крапивы, красивая клумба такая. Это дочь мне подсказала, Полина, и она так сделала. Мокриться, сныть и так далее. Можно не пять, можно больше. Для центральной полосы я назвал вот эти растения — одуванчики. Они, посмотрите, в перечне лекарственных трав, утверждённых нашим Минздравом, там эти растения могут многое-многое-многое сделать для укрепления, в том числе и здоровья. Ну вот такие конкретные дела. Ещё хотелось бы сказать, что может сделать поместье для любви. Ну поместье — это живой организм, в целом поместье — это живой организм, который контактирует со всей Вселенной. Цветок, травинка, букашка, понятно, реагируют на Солнце, звёзды, Луну. Но так если вы будете… Надо мысленно говорить с ними, если вы будете для них друзьями, они будут друзьями для вас и помогут вам. Но вот что касается конференции, которые проводят наши уже, можно сказать, друзья, это вы делаете такую огромную задачу, и на вас откликаются очень много людей, создателей родовых поместьй, потому что даже подготовка вот этой конференции, она говорит о том, что вот мне звонили и секретарь фонда, и директор фонда, вот там, вот тут люди хотят выступить, не надо, чтобы много было, всем не удастся выступить и так далее, и так далее. И, конечно, надо конференцию объявлять заранее, может быть, за полмесяца, чтобы люди могли подготовить. Или это может быть у вас такая задумка, чтобы не заготовились, не заговорились, а вот спонтанно. Ну, есть такой приём, вероятно, вы им и пользуетесь, что раз, и человек, не подготавливаясь, начинает высказывать то, что он думает и так далее, и так далее. Ну что ж, тогда вы правы, вы психологы, вы философы. Вот такое, что я хотел сказать.